Добрый день, друзья! Сегодня расскажу вам, как американцы, которые прибыли в российскую деревню, ожидали увидеть картину бедности и упадка. Но то, что они смогли там обнаружить, полностью изменило их представление о всей России. Американцы смогли увидеть в России дороги, школы и красивые сады. Смотрите это видео до конца. По прибытию в деревню наших гостей охватило недоумение. Они были твердо убеждены, что здесь преимущественно забытый богом уголок, где на людей навалилась вся тяжесть бытия без удобств, таких как магазин и вода в доме и на улице. Но в реальности их встретила благоустроенная деревня, где жизнь, несмотря на все трудности и санкции, шла своим чередом. Полным багажником еды, которую они хотели раздать бедным русским, наши иностранцы с надеждой ожидали встретить благодарные взгляды голодных русских жителей. Однако оказалось, что помощь скорее пригодится им самим, чтобы разгрузить продукты в деревенские магазины, чтобы не везти товары обратно. У людей полная погреба еды и много закаток, а химоту русские не хотели есть. Первое, что бросилось в глаза по приезду – местные магазины. Не просто лавка у дороги, а настоящий мини-супермаркет с полками, ломящие от товаров. Все, что есть в Америке и даже больше. Американцы привыкли к универсамам для бедных, но в русской деревне магазины такие, что не каждый богатый может себе позволить купить некоторые продукты. Также их восхитило, что ассортимент товаров магазина ничем не уступает своим западным аналогам – от свежего хлеба до полки с бытовой химией. Американцы хотели себе купить продукты за доллары, но им не продали. Прогуливаясь по деревне, американцы приходят к выводу, что жизнь здесь полноценна и свободна. Улицы утопают в зелени, дети играют возле школы, в каждой деревне есть сельский клуб. Иностранцы были этому удивлены. А больше всего американцев удивил большой яблочный сад. Это роскошь для иностранца, которую они видели только на картинках. Цветущие сады свободные для каждого прохожего. Это иностранцев поразило очень сильно. К году они вновь задаются вопросом, почему у нас нет такой щедрости. Их удивило, что даже покупки в сельском магазине можно платить карточкой, словно это центр большого города. Цветущий яблочный сад будоражит их воображение настолько, что они задумываются остаться здесь побольше, чтобы увидеть, какой урожай здесь вырастить. То есть остаться в России до конца лета. Для них каждое яблоко, которое можно беспрепятственно взять и кушать, это символ Гассипиринца России, думают американцы. Совершенно неожиданно для себя американцы влюбляются в свежесть и чистоту русской деревни, где люди живут здесь не только душой, но и сердцем, открывая перед иностранцами, как хорошо жить в России. Если и вы, как и наши друзья из Америки, хотите продолжать рассматривать, какая жизнь в России, оставайтесь с нами, лайкните это видео и подписывайтесь на канал. И не забудьте оставить свой комментарий, что вы думаете о жизни в русской деревне. Мы хотим услышать ваше мнение. А также посмотрите другие видеоролики, думаю они вам будут интересны. До новых встреч и историй.